Здравствуйте. Добрый день. Как связь? Хорошо слышно меня? Хорошо слышно. Слава Богу. Мне тоже хорошо вас слышно. Слава Христу. А видно? Да, хорошо видно. Только вот камера что-то сверху больно много или как будто вы снизу немножко сидите. Так что-то сделать нужно мне? А вот камеру чуть ниже, ниже. Камеру пониже? Да, да, да. Наклонить или как? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть не тут много. Вот так, вот так. Ну как, так? Вот, вот нормально. Хорошо. Слава Богу. Слава. Сразу скажу, что всю запись можно выкладывать. Я не против. Хорошо. Чтобы не спрашивали. Меня Вячеслав зовут. Вот я с Казани вам писал. Вы там даже видео выставили. Вот хотел вот я... Ну, во-первых, рад очень вас видеть. Наконец-то я связался с вами. Я все откладывал, откладывал. У меня там дела были всякие. Вот я подготовил вопросы, которые вот меня беспокоят, еще других людей беспокоят. Буду рад, если вы ответите на них. Хорошо. Могу задавать? Можете. Вот, Игнатий Тихонович. Вот, смотрите. Нужно ли вообще, что говорит Библия? Нужно ли думать о том, что о тебе подумают другие люди? Ну, вообще, отношения с людьми. Нужно ли стараться при беседе как-то располагать человека к себе, например, что-то умалчивая? Ну, или вообще думать о том, что о тебе подумают? Ну, а как же? Вот, допустим, у меня книги, 38 книг. Я решил подарить библиотеке мира. Еду здесь, за рубежом. Я в день должен посетить 5 городов. И в каждом месте меня никто не ждал, меня не знают. Я должен вызвать к себе доверие, показывать документы, и доверие к книгам. И это все должен в 10 минут вложить. А если у них... А кто я такой? Да никто. А это не игрушка. Конечно, мы должны, но не это главное. Главное, что мы едем дорогой, молимся. Входя, молимся, перекрестились в библиотеку, и Господь располагает в сердца людей. Я на Бога надеюсь, что Бог открыл. А если они уже где-то что-то много пишут плохого, и они не доверяют, я должен сломить эту преграду. Потому что я сделал большой труд, долго ехали, тратились, и бывает, что человек уже что-то против. А он не знает. Я должен вызвать доверие к себе в течение 10 минут. Вот так. Понятно. А вот вообще, в принципе, вот, когда вот человеку угодие, это о чем вот говорится тогда? Вот человеку угодие, грех человеку угодия, который мы исповедуем перед батюшкой. Это вот о чем говорится вообще? Ну, это угождать человеку, зная, что он согрешает, и, ну, чтобы не потерять доверие к тебе, ладно, пускай вроде делает. Начинаем сглаживать, этого нельзя делать. Есть, ну, у бабок, у всех, у бабушек, какой лозунг? Ешь больше, спи дольше. Так они и воспитывают вот таких эгоистов. А ты знай, где его наказать, как не угождай. Нельзя так, а то и котенка всех целуют, а на деле ничего нет, так тихо сейчас. Ну-ка, пришло ей время весны, она ничего не может сделать, с нее крики рвутся эти. Ну, вот так. Написано, говорит, когда рукополагает человека, чтобы и от внешних не было нарекания. Вот священники, когда поставляют, а кто-то узнает, да кого ставите, да он у нас живет такой скандалист, да он такой. Это не должно быть. Потому что, ну, от этого зависит все. А у нас должно быть мнение соответствующей действительности. Ну, а если не так, ну, жизнь должна показать. Я вот разговаривал с одним священником, он очень добрый, говорит, я иду с соседями, всегда поздороваюсь. Хорошие отношения. А другой со всеми везде переспорил, перессорился. Да какой он? Он везде, что ты меня учишь, да я такой, а ты такой. Ну, разве так можно? Ласковый теленок двух маток сосет. А подлива бы, родная мать, говорит, поддаст, он улетит от нее. Сейчас, минуточку, ты-ка, чуть-чуть. Еще не можешь сделать, да? Давай-ка сюда. Давайте, я слушаю, говорите. Ну, понятно. Ну, вот, а если ты говоришь Слово Божье, и вот люди на тебя там злятся за это, то есть ты правду говоришь какую-то, они на тебя злятся, говорят, не говори этого, там, ну, или оскорбляются от этого. Ну, тоже надо быть благоразумным, а то вот в интернете показывают, там один ходит, это в Москве или где у него Лев написано, Лев. А его снимают, он подходит там, выпивает там пиво или где-то, а здесь не положено, там, из рук. Ну, надо смотреть по обстановке, иначе ты можешь домой не вернуться. Я посмотрел, ни о Боге, ни о чем, нет, он хотя бы о вреде сказал где-то. А то написали, садится сама полиция здесь, и она тоже выпивает. Ну, это раз-два где-то сойдет, а потом он подходит, здоровается, он такой герой, а кого он куда привел-то? Ну, отошли они в сторону, пошли домой, там они напьются, там они накурятся, не надо. Надо, понимаете, самое главное – это рассудительность. Вот почему, когда пришли там к Антонию и говорят, что самое главное? Ну, правда, самое главное – молитва. Тот говорит, молитва – это молитва, а поста нету, какая молитва? А тот пост есть, если милостыни нету. Ну, разногласия. Тот объяснил им, если ты не научишь молиться, говорит, дурака, лоб разобьешь. Поститься начал, да неумеренно здоровье подорвал. Он говорит, рассудительность – самое главное, и в молитве все. Утреннее, вечернее правило. Но бывает так, обстановка изменилась, что-то срочное, и не надо переживать. Я не мог высчитать правила, там, Акафис, ну и что из этого? Господь знает, я иду дорогой, про себя читаю молитву. Рассудительность – главнейшее, что требуется при любом хорошем деле. Квартира. А я пущу. У нас одна такая была сестра. А к ней постучала дверь, открыла, цыганка. А зачем ты ее запустила? Она говорила, что-то делала. Я, говорит, все отдала. Когда она ушла, я, говорит, как очнулась. Побежала в магазине, догнала ее, и давай у нее хоть там внешне свою шапку, шарф с нее снять. В первую очередь, зачем ты открыла? Да почему ты не молилась? Сидим заперти. А все управлять будешь, это конца края не будет. Ты сразу прибивай как следует. Думай. Вот отсюда идет и опыт такой. Ну ладно, я ему скажу сейчас. А далее? Я должен смотреть, что из этого получится-то. Да, я могу сказать. Но принимает он или нет, верующий он или нет. Ну, я должен абсолютно все иметь в виду. А если этого нету, ну, сказал ее. Еще и нету. Получил по зубам. А это без молитвы тут еще нельзя сделать. Вот. То есть надо, чтобы, ну, Святой Дух, как бы, тебе подсказал, чтобы... Чтобы у тебя твердость, это было внутреннее понимание. Да. Как, да, как сказать? Если хочешь, смотри. Это очень-очень непросто. Мне иногда говорят, ну, этот человек такой спокойный, тихий, вам прям в дом ко мне завели его. А я ни одного слова не могу сказать. Я смотрю на него и вижу, хороший человек, но закрыт, увели. А другой прям разговаривать бы не стал. Я сразу начал ему говорить. Тот так и живет, не покаялся, как следует, а этот сразу покаялся. Это Бог показывает. А, вот, вот, вы уже ответили на... Вот у меня был вопрос, я его еще не сформулировал. Вот по поводу этого, что бывает так, что сказать ничего не можешь. То есть ты, ну, как бы, видишь, что, ну, надо сказать, но ты не можешь, ты чувствуешь, что человек как будто не воспримет. Ну, я как бы это думал, что это во мне причина бывает. И, ну, бывает ведь, и действительно люди, как бы, он не воспримет, и тебе, как бы, показывает внутреннее твое состояние, что ничего говорить не надо. Такое может же быть, правильно? Может быть. Ну, это опыт, опять же говорю. Считать. А вы Евангелие ему не считали? Не Евангелие. Мы сначала доверие должны вызвать. А Евангелие я ему подарил, он прочитает. Люди не понимают так, вот, надо говорить ему о Христе, а вы сейчас о Христе не говорили. Ну, в первую очередь, он уже машину завел, я успел сказать, вызвал доверие, подарил Евангелие. Ну, и пять-десять слов сказал. То есть люди иногда рядом, а я буду смотреть, как вы говорили, с кем говорили, записывать. Ну, случаев-то намного больше, чем ты увидишь. Прямо, ну, никак нельзя это узнать. Почему? А они, вот мы сидим с одним в деревне, Потеряевка, там, ну, там, 10 дворов. И он говорит, вот вы зовете на благовестие, ну, куда я пойду-то, никого нигде нет. Я говорю, а Бог пошлет, только проговорили, смотрим, две женщины заходят, одетые так прилично. Здравствуйте, мы насчет того, что у вас тут там скотина зарегистрирована, нет, уколы надо дать, тут свиной гриб, там, птичий гриб, там, разное такое. А я им сразу стал говорить о Христе. Он до того удивлялся, говорит, сколько живу, никогда ни одного человека не было. А тут только заговорили, я еще предложение не закончил, они, вот они, выходят. Он должен был вопрос задать, я должен начать говорить, они в это время еще подъезжают. Я только начал говорить, они в это время входят уже в ограде. Так не может быть само по себе. И это если бы один раз, а то это не один раз. Или вот идут они, у меня знакомый один очень хороший, ты познакомиться можешь, Юрий Соболев из Красноярска. Он преподает в Государственном университете, в Государственной академии и ведет курсы или там катехизаторские в метрополии, в епархии. Очень грамотный человек. И он услышал от Андрея Кураева обо мне, тот за вопрос задал Кураев, кто самый знаменитый, самый там великий миссионер современности. И люди не знают, он меня назвал, а он отсюда давай их там, а я какой там миссионер, на безрыбье, говорит, рак рыба. Ну и он сразу от Юрия-то выписал книги, заплатил все 38 книг, считает. И вот, говорит, идем с женой. И что-то разговаривали там о ребенке. Ребенок один ведет себя не так, допустим. Он говорит, я прихожу, включаю какую-то вашу проповедь, она на середине, я торопился на работу оставил. Я знаю, вы будете говорить об этом. А я до этого говорил там о 12-13 главе откровения. И вдруг сразу остановка, и сразу стал говорить об этом. Она говорит, как это может быть? Он говорит, я никак не могу объяснить. Вот она, я вел занятия в университете, это даже в книге записано. Ну, а в это время я же не знаю, кто как где-то. Одна девица, она училась тоже в институте, но в другом месте. Но душа ее искала. Она была и у кришнаитов там везде, все это. Душа ищущая. И вот в автобусе едет много людей, и она слышит, двое разговаривают с женщиной, и разговаривают про какие-то занятия. И когда она сошла, она тогда подвинулась и говорит, вы говорили про занятия. А что за занятия? Говорит, да это по Библии, православные видео занятия. А в каком? Говорит, да вот самый большой университет в городе у нас, АГТУ. Алтайский государственный технический университет. А когда занятия? И она говорит, вторник, пятницу, с 18.004, с 10-й аудиторией, корпус, военно-против переговорного пункта. И она говорит, едва дождалась. Но она опоздала, маленько. Вот у Бога все вымерено. Я в это время за кафедрой, полной аудиторией, и я говорю о теме семейной. Вопросы задают. Я по теме иду, и дальше полчаса вопросы. Как вот сейчас у нас по скайпу занятия идут, один час по теме, а полчаса я отвечаю. И она только зашла, и вдруг смотрит, места-то нету, где сесть-то. И с первого, с первого ряда поднимается женщина, пошла в ряд, там где одежа вся лежит-то. А я гляжу, она села и прямо против меня сидит, ну рукой подать-то. И вы на меня, говорит, посмотрели, перестали говорить. И вдруг начали отвечать на мои, у меня, говорит, семь вопросов было в том порядке, в котором они у меня были. И все данного вопроса стали мне отвечать. Но это не может быть. Я не провидец, не прозорливый. Это она сама уже потом рассказывает, и все это записано в книге. Как это так? Я не могу на этот вопрос ответить. Я молюсь, и Господь как-то дает мысль об этом или как. Я вот сейчас готовлю материал. Вот этот умер, парализованный Сергей. Я посмотрел, наша переписка в моем мире, мой мир, Mail.ru. Я считаю, это одна из самых лучших систем. Я посмотрел, какая у нас переписка. Мы переписывались почти ровно семь лет с ним. Он какой был, и как он духовно стал расти после нашей встречи, это на глазах он это все видит, ну сам. И какие я материалы ему даю, и я даже сейчас готовлю пока. Так, получается так. Он восемьсот двадцать девять раз отвечал, а я тысяча восемьсот шестнадцать. Ну, большая разница. А вот если как по книге, то эта книга примерно на семьсот страниц получается. Я сейчас его привожу в порядок, уже второй день целиком сижу, два дня целиком, но еще день надо. Тогда я выставлю на торги хорошим, который умеет работать, модератором, программистом. Как это народу преподать? Насколько частей разделить можно будет? И там как раз вот у нас об этом идет речь. Внезапно, совершенно неожиданно появляется материал, который сегодня у людей будут вопросы. А я его уже заранее вставляю в общую тему, и ему приношу материалы. Да, будет очень интересно. Ну, это нельзя объяснить. Я вот там, который стихотворение ему писал, но у меня-то не два стихотворения, а 3467, и все по девять куплетов. И ни одной поправки нигде нету, с чистого листа. Я сейчас читаю, жена сидит рядом, оха, это как же так, это так, это... Ну, слово в слово как надо. Не знаю. Я смотрю, как на чужое, моя подпись стоит. Это настолько выше моего уровня. Я на молитве стою, и у меня вот так как строка появляется. Я прям, у меня ручка лежит, я записал, дальше молюсь. Кончилось, я беру ручку, и 36 строчек я пишу, не глядя. Строка за строкой просто искрятся идут с такой скорости. Как это так? А это нельзя ответить. Почему я ничего своим тут не могу признавать? Во-первых, это такой лексикон, такой богатый словарный запас, это поэты, говорят, в литературном институте. Вот сейчас я-ка считаю, вот вы зашли, и там признали меня поэтом года, там номинация какая. И все это я скидывал Сергею. А сегодня я смотрю, все уже в прошлом. Мне трудно понять, что Сергея нету. Вот так, настолько общение. Ну, представьте, что за это время, я его 1816 раз скинуть. Так это не просто так, я огромные материалы даю, ответы. Он много помогал мне по роликам. Вот так вот я вам пространно отмечаю, вымолить надо у бога. Ну, не сидеть, а я вымолю, тогда пойду. Нет, ходи, смотри, не рыпайся, спокоен будь. Где-то пожелает узнать. Скромно задай вопрос. И начинай. Не старайся одержать победу, это не надо никому. Победа над собой должна быть. А дальше ты будешь говорить. Тебя будут гнобить, давить. Это, в первую очередь, священники. Это самая завистливая касса. Касса такая. Они очень такие. А если еще с миссионерским отделом связано, они злобные, как звери. Ну, я так сталкиваю. На мне места живого нет. Оно ничего они не могут сделать. У них зубы выпадают, меня удержать. Я молюсь и делаю. Я никого не трогаю. Хотя очень их задевает это. Мои книги отданы в три или четыре миссионерских отдела в разных епархиях. В монастыри. Там главный сектовед вроде Дворкин. Киево-Пещерский монастырь отвезли. Ну, 15 лет. Ну, могли бы они что-то найти? Нет. Ничего. А им не нравится, что я показываю на беззаконе, чего не должно быть в церкви. Но это Андрей Кураев и говорит. Если бы Игнатий не трогал их, к нему отношение абсолютно другое было бы. Но я не могу молчать, как порог Иеремия говорит. Слушаю. Ну, да. Ну, вы для них недоступны. Вот вы говорите же, что вы там пишете, и потом, как это не ваше. Ну, это же им просто незнакомо вообще нисколько. Они думают, что это прелесть, это там без и прочее, прочее. Для них это просто недоступно. Они не могут это объяснить никак. И это вообще, это же обличает. Вот когда человек живет по вере, и около, допустим, видно это всем. Это же обличает других людей, кто не живет по вере. Кто не верит в Бога. Их это обличает очень сильно. Они не могут не гнать. Просто не могут. Я сталкивался тоже, когда я в защиту Владимира Головина писал статьи. И я с многими общался. Мне много кто писал. Нападали там. Что только, тоже не говорили, оскорбляли. И, ну, как бы, да. Я прям уже, я прям от братьев и сестер, я тогда не ожидал даже, что самые, наверное, тяжелые поношения, это я вот от них получил. То есть, я не ожидал это. Я полгода, в принципе, от этого, ну, как бы, переваривают это все дело. Я не ожидал. Я не знал, что это такое возможно. Не знал просто. Мне казалось, я когда в церковь пришел, что, ну, такое невозможно в церкви. И вот для меня это было таким открытием большим, таким тяжелым, потому что он меня даже чуть-чуть так привнул. Привнул. У меня даже было, что я подумал, что что-то не так, это здесь, тварь. Но и потом, конечно, укрепился. Особенно, когда начал Ваши смотреть ролики. И Владимир Головина, кстати, к нему тоже, когда мы ездили, вот это тоже так же было. Многие вопросы ему подготовили. И он ничего не отвечал на эти вопросы. Он просто проповедь говорил, и все вопросы были отвечены у всех. То есть все, ни у кого вопросов не оставалось. Ну, по крайней мере, из наших людей. То есть, ну, это да, человек так не может, это же Бог только так может. Кроме Бога так, ну, как еще так можно? Бес же он мысли не читает, он же мысли-то не знает, бес. Ну, так, в общем, вопрос еще один. Если человек вот гонит несправедливо, допустим, вот как Вас или кого-то другого, но он искренне просто заблуждается. Бог прощает ему это, простит ему это или нет? Вот у него искреннее заблуждение. Он реально видит, что вы конкретно заблуждаетесь. Для него реально это. Хотя он там кривещет, кривету говорит, но сам этого не знает. Ему кажется, что действительно он говорит правду. Ну, там, сознание у него там попуталось. Ну, и что? Что он думает? Для Бога это ничего не значит, что ты думаешь. Он судит поступки, намерения. Ну, вот намерение у него чистота веры, он хочет как бы очистить же. Вот намерение как бы чистота, вот как у апостола Павла было. Ну, тут несколько еще факторов надо смотреть. С кем он разговаривает, почему он не принимает. Может быть, это обличение до его пользы. Ну, почему еврейские раввины говорили, если в мире существует 10 частей лицемерия, то 9 из них в Иерусалиме. Так мы можем сказать о православии. 9 частей лицемерия мирового. Это здесь. И где-то. Но он думает, что правильно. Ну, мало что думает. Ему показывают, он даже и не понимает. Вот зашел на меня один. А почему я должен бороду носить? Должен. Я по Ветхому Завету не живу. Я по-новому живу. Ну, бороду бреет. Ну, я вообще могу отвечать. Я говорю, я материал вам скину, обрадобрите. И там все сказано. Я ничего не нашел. Я говорю, ну... Он спросил. И все на это. Я говорю, давайте тогда по скайпу заходите. А он по скайпу не заходит. Там написал, и я ответил. А я знаю, раз по скайпу не хочет заходить, это скрывается. И он сразу же воскрысился на меня. Я два раза на вас выходил, и каждый раз терпел поражение. Я терпеть этого не могу. Только пройди мимо. Задал вопросы. Я его сразу все же в список выкинул. Зачем он нужен? Он отнимает время, ничего не принимает. А ты его просто рассудил так. Человека кто сотворил? Дарвин или Бог? Бог. Но если Бог... Женщина, если у нее растет борода, ненормально. Какие-то половые гормоны не работают, там разные. Точно так ты рассуждай дальше. В Бетхом Завете от Адама были дети такие же, да? Пророки были с бородами, да? Так написано. А в Новом Завете Христос был с бородой. Конечно. А апостолы тоже. Ну а ты-то на кого похож? Ну зайди в православный храм и посмотри, как Ян Кроштадский, Игнатий Брянчанинок, Серафим Саровский. Я тебя буду называть, которые иконы везде. И ты же видишь, ему это не надо. Он по стихии мира живет. Не любите мира, не того, что в мире. А ты услышал бред твою, говорю, сегодня же уничтожь ее и выбрось. Первый решительный шаг. Ты можешь умереть в этом беззаконии. Это беззаконие, блудодейная ересь называется. Нам не ревность, ничего не поможет. А зачем это? У нас, я говорю, в армии, сколько служили, все с бородами в армию берут. Да призывники. Никто. Сейчас? Прямо сейчас, в настоящее время они служили с бородой. Ну борода небольшая, какая она есть. Но они не прикасались. И взяли, так они и вернулись с бородами. В настоящее время. Ну, я простое говорю. Ну, это и сам рассуди. Не сама ли природа учит? Павел говорит, природа так сделала. Ты видел, как везде скотина мужского пола и женского отличается друг от друга? Ну, в любом месте, кого ты не зови. Птицы, животные, они отличаются. Тебе зачем там спорить, Илья? Я это принял, это принял. Тут, как бы, однозначно. Когда узнал я об этом, то я сразу понял, что... А я вам материалы в бородобритии скидывал? Я сам нашел у вас. А я могу их скинуть. Ну, скиньте, если вам... Там подробно, подробно все. Святые, когда... Ну, все абсолютно. Мне, на самом деле, это не надо, потому что я это уже принял. Я это уже принял. Но, допустим, я лично сам себя на совесть брал, как бы, и думал, почему я, допустим, не... Ну, брею бороду. Потому что я боюсь, что на работе... Там же есть санкции за это, там прописано, что я не могу ходить с бородой, там... Ну, если есть борода, то она должна быть, там, пострижена. Что я этого боюсь, что меня уволят за то, что я нарушаю, ну, то есть, дисциплину, вот, конкретно, вот, там, на работе. То есть я же, как бы, пришелся наработать тогда, в тот момент, и я, как бы, согласился на вот эти все правила. Ну, когда еще, вот, я приходил. А сейчас я, как бы, это нарушил. И, как бы, мне, получается, веры недостаточно. Я в Бога, получается, настолько мало верю, что я не могу это позволить себе сейчас. Но я молюсь Богу, чтобы Он мне, как бы, открыл, как мне... Как это сделать, чтобы у меня появилась такая вера. Тут открывать-то нечего, все открыто. Просто мы прилипли к этому. Богу это не угодно, весь сказ. Кто любит отца, мать, там, работу свою, не достоин меня больше, чем меня. И весь сказ. Я его. Он дает мне воздух, дает землю, дает солнце, движение, кровь. Все его. Как я могу не соглашаться? Бог так сделал. И вот я еду, допустим, вышел на остановке, на поезде, там, проводиться. А что, в городу отрастили? Ну, Бог так сделал. Бог так сделал. А как жена вас запускает? Я говорю, это блудодейная ереса называется. Уже жену приплели. А на жена выходит, а я на безбородок смотреть не хочу. И весь сказ. Это знак власти. И поэтому никаких отговоров. А на работе не так. Ну, работа уйди в этот же день. Я Богу угождаю. Что значит работа? Ты умрешь сегодня, и такой и пойдешь. Никак. Это Павел говорит. И когда Господь призвал меня, я не стал советоваться с плотью и кровью. С плотью и кровью советуется. А с работы выгонят. Жена скажет, что там, мать недовольна, там, зачем ты с этим советуешься? Так сказал Господь. Я принял это, и все сразу выкинул ненужное. У жены, чтобы не было ни одного разреза, ни высоких каблуков, ни краски, ни сережек, ничего нет. В один день все исчезло. И все кончилось. И никому, раз нельзя мне, и другим нельзя. Как у меня вот с сестра там, что-то она, не знаю, брюки, что ли там это из этой. А жила у брата. Он увидел у ней брюки. Он взял топор и на мелко все изрубил вот так вот. А из этих веревочек-то там половички и бабушки ткнут. Все и навсегда. Надо решительно. Умом назад не ворохнулся. У меня стихотворение есть такое про Авраама. Я высчитал у грека златоуста об этом. Пока Авраам из буквы А не густо. И теперь как он уходит, и он для всех никакой, а на самом деле он был уже пророк, отец народом. Назад не ворохнулся умом. С плотью кровью не надо советоваться. Это никуда не годится. Совершенно. У меня работы другие были бы, а я пошел еще на самую грязную работу. Пещи чистить. Целый день в саже. Но я знаю, моя работа очень нужна. Без нее замерзнут. Это Сибирь. Ну и все, я неуязвимый стал. А когда был там прорабом, начальником, естественно, меня... А ну, тебя с работы выгонят, бородок, а то тебе никому и не нужен. Столько делов. Один раз надо победить себя, и на этом все. Я в твои руки отдаюсь, Господи. Участь боязливых в озере Огненном. Участь боязливой, трусливой, ни один в рай не войдет. Богу это не нужны. Туда веди твоих героев, пророк Иейль говорит. Туда. Вот так. Спасибо. Слава Христу. Такой вопрос. Еще. Рожденный свыше человек, может ли он опять отпасть от Бога? Конечно. Не гордись, говорит, но бойся. А они отпали неверием, а ты держишься верою. И Павел говорит, а то сектанты так, я спасен. Все, он спасен уже на небе, прописан и не падет. Он не понимает ничего, этот человек. Мы просто покажем. Давид праведник был. Ну, конечно. И в два смертных греха впал. Как так? Десять жен было, надо одиннадцатую было отобрать, а хозяину убить. Пятьдесятый Псалом написал. Так это не только это. Мы знаем, избранный Христом апостол Иуда пал. Как пал-то? Предателем сделался. И непрощенный. А он не сам за Христом пришел, а Христос его избрал. И избрал. Значит, какие-то качества были другие. Может ли пасть. Сколько угодно. И больше всего погибает на мытарстве блуда. Поэтому женщины нигде наедине не оставайся. Днем даже, не говоря про ночь. Она тебе, говорит, подомнет даже делать нечего. Никак, нигде. Не ходи, не броди один по улицам. Особенно, если она музыкой занимается или пение. Поет где-то, а тебя особо привлекает. И дальше уже пополз. И оставайся с певицей наедине. Серахов прямо об этом говорит. Не засматривайся на чужую женщину. Как моль из одежды выходит, так от красоты женской на тебя нападет похоть. А дальше так охоть-охоть будешь и еще не знаешь. Вот такой еще вопрос. По частому причастию. Вот есть такой... Я знаю вашу позицию по этому поводу. По полу частности. И я, допустим, когда я только пришел еще в церковь, я почему-то тоже ее именно придерживался. Но потом я чем чаще стал ходить в церковь, общаться уже со священниками больше. И там у меня, как бы, ну просто-напросто я столкнулся с огромным прям мнением, то есть вот таким общим, что надо это делать очень часто. То есть причащаться. И как бы выставляется ими вот такое правило. Девятое апостольское правило. То есть вот оно гласит. Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, як обещение церкви производящих, отлучать и подавать от общения церковного. Ну то есть просто если туда приходишь, молишься, но не причащаешься, то вот... Там уходит раньше, уходит. Служба не окончена, сейчас он ушел. Вы же сейчас прочитали это. Да. Такого закона нету. А наоборот, если он впал в грех, женщина аборт сделала, десять лет отнущается от причастия. А за то, что не причащается, его отнущают. Таких нет канонов. И князь Владимир, когда принял, и в России сохранилось это у старобрядства. Четыре раза в году. Четыре. Пять не было никогда. А это каждый день. Придумали прощение, грехов идет. Ну вот ее спрашивают. Сын запился, что делать? Ну что, ну пусть придет причаститься. Они в безумную поступают. Его в храм запускать нельзя, только стоят там где-то на улице. Причастие. Нашли какое избавление. Это первоапостольские правила, которые по жизни люди, говорят, как ангелы на земле или человек на небе. Исаак Сирин пишет. К этому подровнялся. Твоя жизнь-то близко не стояла около той жизни, когда люди каждый день собирались. А мы каждый день собираемся. Раз там неделю и то спотыкаются. Вечером, в субботу нету. Они молились, постились, жертвовали всем. А сегодня десятину не платит человек. Они платят и проклятый Богом. Считаем Аллахия. Вторая, третья глава порока. Проклятием вы прокляты. Вы все обкрадываете меня. Десятая часть заработка, она не принадлежит тебе. Она Богу принадлежит. За то, что дал тебе землю, солнце, воздух. Это ему принадлежит, а ты ее не отдал. Он не просто, что ты жадный, а ты меня обкрадываешь. Вы обкрадываете меня. Меня Бог говорит. Почему? Это мое. Зачем ты употребил другое дело на свои нужды? И весь ответ. А десятина есть, тогда торговли никакой не надо. А сейчас везде торгуют. А торговля вышвырнута. Не можете служить Богу и мамоне. Никогда в эту тарелку не кладите, где ходят. Никогда. Десятину плати. Десятая часть. Я это чувствовал. Я хорошо, что посмотрел вас и решил, что я обязательно буду десятина платить. Но я это до этого чувствовал. Мне все время хотелось это делать. Но я не находил ответа в этом нигде. И вот вы мне, когда я посмотрел, я решил, что все с этого дня. Я буду всегда платить десятина. И меня так сразу обрадовался. Я в душе, внутри. И даже радость очень большая у меня от этого привела. Потому что я всегда буду, каждый раз буду Бога отдавать и не думать. И просто отдавать. То, что и так его, тем более. Она мне не принадлежит. Вот надо понять. Бог ее приложил к 90 рублям десятку, чтобы я пошел отдал. Привещает к милостыню. Я не знаю. Ну как написано, вы считали это? Если праведность не произойдет праведности книжников-фарисеев, а праведность книжников-фарисеев десятина. Ты к десятине еще что-то приложи, чтобы выше было. Не надо бояться. Ты планку поднимай все время выше. Многие бегут на ресталище, но один получает награду. Почему об этом не проповедуют? Да, они это не говорят. Но как мне говорят? Павел говорит, я бьюсь не так, чтобы воздух молотить. Бегу как, наверное. Ты ежедневно должен тренироваться, усиливать. Как ты, ну, допустим, ты бегаешь где-то или что-то поднимаешь, борешься. Десять лет. Да. А матушка Ирина-то на меня вышла? Да, мы уже тоже с ней пообщались. Ну вот так. Что-то там, ну, сейчас, похоже, не получится вам пообщаться. Я даже, мне трудно понять, как это так. Человек, так, столь качественная съемка у него идет каждый день, а в скайпе нету. Ну, скайп это, с любым человеком в любой момент поговорить. Ну, там, там, это приходят люди, помощники, там, вот они, это отдельно. Вот сейчас не каждый день они. Это раз, там, в две-три недели, то есть операторы, там, помощники делают, вот это, связь с ним. Там у него-то дома ничего нет, у него даже телефона нету. Он даже по телефону не разговаривает. Он, похоже, ну, ему, как бы, что он должен видеть человека, то есть общаться так вживую. То есть он даже дальше вас пошел в этом деле, что там, ну, вообще, без телефона, без ничего. Это не дальше, наоборот, отстал. Телефон нет. Как бы, я сейчас вот здесь, сейчас там пошли сейчас хоронить, из Воронежа мне звонят. Кому подойти-то? Вы говорили, тут наказывали где-то. Телефона-то нету, как? Отвергнуть это. Сегодня вот у меня уже сколько человек побывало, с кем я разговаривал. Да как это можно лишиться? А вживую? Как это вживую? Как я могу за океан попасть в Австралию? Я никогда туда не попаду. А он стоит здесь, вот Скляренко здесь, и мы с ним разговариваем, видим друг друга. Какое еще надо? Так как будто в окошко он стоит. Вот вы рядом у меня совсем, хорошо вас видно. Это не ответ. Вот видите, Осипов сидит все время за одним столом. В галстуке бритый. Мне не надо больше ничего говорить. Мирской человек. Может, масон, не первой степени. Это масонский знак, галстук. Не просто так. Так это внешняя борда. Внешняя-то от внутреннего. От избытка сердца говорят уста. Избыток. Язык, как лопата, выбрасывает лишнее, что не помещается, Ян Златоуст говорит. Так и это. Каждый... Ему 83 года, наверное, и он берет и скобляет себя... Даже говорить не о чем. А он даже не понимает этого. И поэтому им все разрешают. Женщины в штанах там. Это все. Для них никакой роли не играет. Ну, это обман. В этой лжи. Прожил жизнь человека. Не может отличить света от тьмы. Так нельзя. На суде Божьем мы никого искать не будем. Каждый за себя даст отчет. А он будет отвечать за всех, которых не так научил. Он перепортил тысячи священников этот, Барадабриис. И они тут сейчас вот балагурят, хохочут и прочее. Ян Златоуст говорит. Если одна душа, одна погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Ибо за нее умер Христос. А этот островский там Павел выступает. Кихи-ха-ха, кихи-ха-ха. Га-га-га. Гогощет. Клоуны. Как Геннадий Бричиннов говорит. Актеры остались. А актеры ничего не сделают. Зачем он с Анном облегся? И хохочет, и хохочет. Написано, горе смеющимся ныне. А это что не написано? Горе смеющимся ныне. Сказал Иисус Христос. И дальше. Блаженны плащущие. И он хохочет. Ему не стыдно ничего. Слова не можно сказать, как жеребец ржет. Некастрированный. Тут обязательно надо ему сказать. И он тебя сразу будет кусать. Я говорю, кто-то. Островский там я увидел. Его там ролик поставил. Это Сергей Козлов. И он говорит, и хихикает, и хахакает. И все они, все хихикают. На свои слова скажет и расхохочется. Это блудники. Они не понимают, что это такое. У нас один приехал в храм. Ну все, стоит, да, оглашено, извидите. А потом выходить. И он так с пятки на носке вот так вот. Ну стоит вот так. Нет-нет, в храме перекатывается. Когда вышел, я говорю, ты зачем это делал? Что делал? Ну вот так перекатывался. Стоишь и с пяток на носке расхохочился. А что, это блудная лихорадка? А как вы узнали? А я, говорю, все службы о блуде думал. Вот это проявление внешнее. Поднятие ресниц показывает наклонность к блуду. А зачем бы Серахов писал об этом? Дальше. Стыдись облокачивание на стол. Зачем это писать? Разве нет, чашку подмял? Нет, брат, это не надо обманывать. Стыдись, это бесстыжный человек. Вы за край стола никогда не заваливаетесь. Вот, край стола, вертикаль, чтобы за нее подбородок не заходил. Две руки обязательно двигаться. В этот кусочек, в эту ложку. Поставил, поднес. Раньше ели с одной чашки. У нас 10 ребятишек в семье было. И что две чашки, мы этого не знали даже. Большая чашка, и все с нее едят. И ни одного больного нету. Каждому чашку. Тут за каждое дело, где ни возьми, там гнилье. А это не знает, это не знает. Англия, не отсталая какая-то страна. Правила в общежитии. Общежитие. Его предупредили. Если легли, и вы начали разговаривать, предупреждение. Два предупреждения, и ты лишаешься права на общежитие. Иди. И все, больше ничего не надо. И он только лег, сразу заснул. Ни разговоров, как у меня в лагере было. Тишина мертвая. А нет, значит, все на улицу. Два часа стоять. А два часа много, разделить на четыре части. По полчаса четыре дня. Все. Как, говорит, бабка отшептала. Это расквашенное все такое. Расслабленность. Нет страха Божия одно. Страх Божий есть, да как так? Как я могу так? Я же умру. И как я пристану перед Богом? Каждая секунда, дорогая. Вот сегодня нас коснулась смерть Сергея. И мы размышляем. Вот я готовлю материал, наша переписка. Такой переписки ни у кого не было. Когда мы познакомились, первое число, последнее, все у меня написано. Я все время веду дневник. Все время. Где бы я ни был. В монастыре, в армии, в тюрьме. Все равно веду дневник. А это не дневник, это переписка с живым человеком. Вот и все. А вот интересно, что вот о Сергее, как легко-то молиться. Вот вчера мы на молитву тоже вставали о нем. Да. Как легко молитва-то идет о нем. Да. Очень легко. Мы молимся, благодарим Бога, что он окончил это поприще. Вот. Тем более, такие прекрасные ролики остались. Вот мы с ним беседуем. Наверное, это больше десяти моих роликов только. А уже записано сколько, и вам говорю сколько там. 1800 раз я ему только отвечал. Так я представлял огромный материал. Вот сейчас еще день надо потратить, чтобы обработать весь материал. Три дня. А потом конкурс объявлю, кто лучше сделает. Специалисты такие есть по компьютерной технике, графике. Да. Вот еще хотел, мне вот интересно, я слушал, вы рассказывали, как вы обратились. У меня дедушка, ему тоже 90 лет. Ну, на 10 лет вас постарше. И вот у него тоже очень много воспоминаний, я его слушаю. И вы когда рассказываете, ну вот очень похоже. То есть, видно, что для вас очень важно это. То есть, это живо, вы переживаете. У меня дед 90 лет, и тоже он все так живо переживает. Как будто это недавно было. Но по местам его детства, когда проезжались, он везде плачет. Везде для него этот, ну то есть, душа у него живая. Как 90 лет, и она осталась живой. Сейчас я просто, и у вас я тоже самое увидел. И вот я хотел спросить, вот мне было интересно. Вот вы были на корабле же, когда вы уверовали, вы сказали, что сразу же стали проповедовать. Как зашли на корабль, сразу стали проповедовать. Да, на следующий день. Не на следующий, а в этот же день, в этот. Я только ногу за фальшборд перенес с трапа, когда, ну специально маленький катерок, который с корабля, корабль стоит, а на рейде оттуда сошли. И я первому матросу сказал, мы живем неправильно. За нас Христос умер. Мы живем неправильно. А неправильно живем, это мы вообще не нужны. Зачем? Надо жить для Бога, для вечности. И уже, а я учусь уже в мореходном училище заочно, и сразу к утру уже стало известно, я сошел с ума. Все. Вот, вот. То есть, вы уже, получается, там наговорили всем, и все, и уже, как бы, вас сумасшедшим посчитали. И вам уже было без разницы. Мне никакого разницы нет. Какая разница-то? Мнение неверующих людей, Златоуст говорит, это пис-комара, жужжание жука. Карканье вороны. Вот как вот именно, что как так мгновенно вам стало абсолютно плевать на то, что о вас подумают люди? Плевать не думал. Дело в том, что, когда говорят, ну вот вам Бог дал талант, память, то другое. У меня другой талант есть. Люди даже не верят в это. Я знал страшно много разных анекдотов. Там где-то душа общества, когда был, как говорят, парень рубаха. Я теперь помолился, Господи, сотри у меня это. Переформатируй мое сознание. Тогда этих слов-то еще не знали. Я встал, у меня как будто ничего не было. Я заново начал записывать. Все ушло. А то, говорит, я знал, и у меня на молитве эти разные там, ну мало ли что. Надо смотреть, что хорошее запомнить. Бог стер с меня все. Я занимался в это время на семи языках во время обращения. Я сразу связал все книги, в подпол забросил. И все. Одна Библия осталась. А сколько времени? Иногда 10 часов в сутки я занимался только Библией. Размышлял, молился, конспектировал, считал святых отцов и работал на работе. Работа там, плотник, бетончик, на отбойном молотке, печи делать, стекольчик. Я прораб был до этого. Я понял, что меня может сатана, за что уцепить. Вот за это так. Я сразу бросил, не возьмешь. За должность нет, квартиры у меня нету. Ну и дальше по порядку. Где люди? Ой, да это вот так, как бы я один был, то другое. У меня ничего нету. Я встал и вышел на борьбу. На битву. Ну и все позади. Вот услышал я десятина, первый раз. Никто ничего не говорит. И люди не платят. Ну, прочитали, а я не считал еще. Я сразу решил, я буду платить 9 десятин. Юноши, еще только, ну уже 23 года было, 9. То есть я 100 рублей заработаю, 90 буду отдавать. Я прожил всю жизнь на этом накале. Поэтому 2-3 работы было. Кому скажешь, даже не верят, можно. Ну все, жизнь позади уже. Все, я закончил поприще. При большей крепости 80. А жизнь человека 70 лет. Ну прямо написано. И я давал на самое нужное. Что-то священникам, а что-то печатали подпольное Евангелие. Где написано, бесплатно раздается, продаже не подлежит. Кто-то купил это. У меня хорошие деньги были. Я работал неустанно. Очень спортивный был. Физическая работа у меня кипела в руках. Я благодарю Бога. Мне это дано было с детства, от матери. Отец без руки был, с войны пришел. Научили нас работать, чтобы все умел делать. Я еще учусь в школе, а вся деревня ко мне приходит натащить ножи, пилы, ножовки, там разное все. Я один в деревне был на этом. И все шли. А каждый принесет еще что-то в деревне. То яички, то сметаны. А я еще в школе учусь. Вот так. Трудящийся достоин пропитания. Так вас, получается, сразу отчислили с училища-то? А я ушел. Я сразу ушел. Они ничего не узнали. Подумали, что я перехожу в Одессу, в Одессское училище. Я в Рижском учился. В Заводщину. Я сразу добивался разрешения. Добивался разрешения три курса сдать за год. По выбору комиссии. На английском, немецком или французском языке. Все предметы сдать. С выходом за границу. А у самого была мысль, что я за границей останусь. Но Бог все сделал по-другому. А вот у вас где-то в книгах написано все? Да, книга называется «Для слова Божия нет уз». Я вам скину ее, вы ее прочитаете. Да, и я дедушке хотел своему тоже дать. О, от этой книги не оторвайся и дедушке. Там подробно, как надо мной суд был, как я маленький был. От детства, от самого. Книга эта из одних документов состоит. Документы, то есть газеты, которые книги, там обо мне говорили. Все там помещено. 750 страниц. Называется книга «Для слова Божия нет уз». Да, вот, а вы в Казань, когда приезжали, вот в 2014 году делали вот этот миссионерство по всей земле и по Европе, вы в Казань приезжали? Обязательно. В Казани нас очень хорошо приняли и национальные библиотеки все мои книги. Все есть, да, там у нас? Да, конечно, у нас все это заснято. Очень ласковые женщины, девушки там провожали нас. Да, жалко, я не знал еще тогда. Ну, сейчас кончим только, я вам покажу, где это все написано. Вы можете просто в интернетной версии, ну, мне, которые знают, они пишут, там книги мы высылаем, оплачивают они, но книгу держать такую в руках-то за счастье. Даже в Америке получили, говорят, у нас такие книги даже в государстве не издают. Очень высокий уровень. Да, да, да. Ну, вот я сейчас стал читать книгу к истинному православию, телефон закачал себе и начал читать. Очень интересно, оторваться невозможно. Да, там, понятные книги, диссертации защищают. Мне сообщали там из Германии. Ну, все, почти 40 лет я на ней по круписам собирал. Книги не достанешь в библиотеках. Ну, что, все, давайте прощаться. Можно еще несколько? Давайте, а то уже время мне идти. Все, буквально, да, недолго. Сейчас мне тоже уже надо идти. Как вот читать Святых Отцов? Вот, допустим, у меня вот есть все собрания, там, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, там, Макария Египетского, там, и многие. Но вот я стал вас смотреть, и я понимаю, что надо там читать избирательно все. Златоуста на первое место выведи. Это самый великий проповедник за 2000 лет. Яна Златоуста, 12 томов. Их можно даже сейчас по почте высылать 7600 рублей. Это все? Все 12 томов выпустили. Ну, в интернете я прочитал. Ты можешь и найти там, где. Вон, Володя там все скажет. Да найдите. Творение Иоанна Златоуста. А я их насчитывал, насчитывал на пленку. И каждый день выставляю. Вы можете слушать. Ну, потому что вот я читаю, да, Святых Отцов. И вот, вот особенно Игнатия Бринчанинова. Ну, он мне нравится очень, конечно. Но мне сразу не хочется идти и там благовествовать. Потому что, как бы, я понимаю, что я нахожусь в полной погибели, и все. То есть я читаю, и, ну, как бы, там немножко другой дух идет. Немножко не тот дух, о котором вы говорите все-таки. Я это заметил. И, как бы, вот эти, они же монахи. И много чего непереложимо оказывается. То есть я перекладываю на свою жизнь, и я понимаю, что что-то не сходится, не получается. И вот поэтому, как бы, как вот именно... Вы же, я смотрю, цитируете где-то Игнатия Бринчанинова, где-то кого-то другого. То есть вы как-то избирательно их выстраиваете именно, как бы, чтобы они вам помогали. Ну, вот, а как это все делать? Как это вот? Откуда это все? Ну, главное, мы занятия ведем по Блаженному Феофилакту. Это трехтомник у нас вышел. А он, главное, упор делает, наверное, Златоуста, оттуда берет. Мы опять к тому же придем. Но он берет только самое главное, потому что иначе тут три тома не вложишь. Да, ну, такой вопрос. Вот вы Евангелие раздаете, да, вот красные такие, я смотрел. Вот, у меня тоже что-то желание появилось, какую-то часть зарплаты тратить, вот покупать Евангелие и раздавать людям. А, они уже оплачены, только достать надо. Мы за них не платили. Можно я объясню, Игнатий Иванович? Игнатий Иванович, можно я объясню? Здравствуйте. Да, вы выйдете ВКонтакте, напишите Святой Евангелие в каждый дом, и там у них группа создана, и они бесплатно вам вышлют, вы с ними спешитесь там, назовите, кто вы, какой адрес ваш, и они вам бесплатно вышлют, у вас только придет, надо будет прийти, принять эту посылку и все. То есть сам закажешь, сколько там, 500 штук или сколько, смотрите сами. За доставку они тоже сами оплачивают. Вот, классно, это очень хорошо. Это радует очень. Ну, все, спасибо. Все, с Богом. Сейчас я вам скину материал. С Богом. Слава тебе, Господи, слава тебе. А откуда он? Откуда он? Казань. А, Казань. Откуда. А, Казань.